Ну, просто человек пришел на эмоции, на эмоции своего народа, пришел и он почувствовал энергию своего народа. Греки очень энергичные, очень такой мощный, у меня есть мои друзья греки, я их обожаю просто, они мощнейшие люди. И вот эта волна, вот эта энергетика людской, многотысячные, сотни тысяч людей, как раз он на этой волне пришел к власти. На этой волне он вошел, там где сидят в очках и галстуках эти европейские чиновники. И там совершенно с другим он столкнулся, там нет эмоций, там нет чувств, там есть холодный рассудок, там есть люди, которых уже много лет прослушивают и контролируют за океаном. Поэтому, они, но я их тоже понимаю, такой долг у страны. Ну, еще раз, Даша, этот долг, где гарантия, что они вернут? Поэтому, там было, наверное, очень многое сказано и было серьезнейшее давление на такое максималистическое настроение. Премьер-министр Греции, наверное, просто ему объяснили, что если мы сейчас, наверное, я не знаю, но, если мы тебе дадим эту возможность, у всех долги. Они все взорвутся, и что тогда нам делать? Нам же надо править Европой. Надо же Германией править Европой, там Францией. Если вы все разбежите, может быть, Германия и лучше проживет, но надо спросить у старшего брата. Они хотят этого, или там у Лондона надо спросить. Поэтому они все друг с другом завязаны. Они так хотели завязать Россию. Нельзя, ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот Греция сейчас в катастрофическом положении. Я не думаю, что там какой-то новый ИГИЛ или что-то начнется, потому что греки православные, и они до этого не дойдут, что резаться не христиан, до головы. Такого не было никогда и не будет. Или не грекам резаться головы. До этого не дойдет. Но, конечно же, мне жалко страну и очень жалко людей всегда. Это болезнь всей Европы, к сожалению. Болезнь всей Европы. Они даже не понимают, что им грозит. Если они не поменяют свое мышление, свое такое авторитатное, тотальное такое мышление. Хотя у них вроде все демократия, но когда дело доходит до принципов, они очень жесткие. Очень жесткие и они очень практичные. Нельзя так с людьми. Они руководят людьми. Они там стадо овец или там своро собак. Там люди, там их судьбы, там их завтрашний день, их счастье, их несчастье. Все в их руках. Они очень практично, очень так, они рубят все с плеча. Вот. И ну а что с Грецией? Долг есть долг. Долг надо отдать. Раз я же отдавал долг. Отдавала же. Реально все эти годы, которые отдавала долг. Раз я могла сказать, у меня есть атомная ракета, идите все это, я ничего не отдам. Это было в Советском Союзе, я вам ничего не отдам. Они отдавали. Как я знаю, как я слышал. Поэтому толк надо отдать. Конечно же, ему, наверное, такое сказали, что у него никаких аргументов не было. Поэтому, опять-таки, там эмоции. А как ты объяснишь этим людям, которые теряют работу, теряют... Вот это все запущено, в свое время заложенная бомба, которая сейчас начинает взрываться. Плюс еще эмоциональный южный народ. Я не знаю, мне очень жалко, если... Не дай бог, если там что-то случится. Во-первых, они наши братья, православные. Они очень верующий народ, очень верующий народ. А для меня, если человек верующий, это для меня уже очень близкий. А даже если человек атеист, и он верит в порядочность, это то же самое, что он. Поэтому, я не знаю, что будет. Народ в этой ситуации может еще хуже сделать. Вот, поэтому... Конечно, если у России была бы возможность, она взяла бы под обегу. У Греции все вопросы закрылись бы. Продолжение следует... Продолжение следует...